Здравствуйте! Меня зовут Александра Ляшенко и сегодня я сделаю видеообзор куклы Бродзиллос Саша Белла. Начнем с того, что прилагалось к самой куколке. К ней прилагались две карточки. На одной карточке изображена сама кукла Саша Белла и ее имя. И Бродзиллос сверху написано. Здесь идет заклинание, которое, по идее, она произнесла, когда превратилась в такую очаровательную ведьмочку. Следующая карточка. Карточка ее питомца. Питомец, к сожалению, не шел в комплекте с куклой. Шла только карточка. Питомцы продаются отдельно. Эта карточка была приклеена. Вот видно, как ее не очень удачно оторвали. Но здесь, в принципе, ничего нет, поэтому ничего страшного. Дальше с куколкой шла вот такая расчесочка. Она исполнена в темно-коричневом цвете и с таким золотистым ободком в виде пояска. Дальше была вот такая инструкция. С этой стороны инструкции показано, как соединять подставочку. Как куколка ставится. Она находится вот здесь. Если вам видно, вот внизу коробочки. Эту инструкцию мы взяли с другой куколки, чтобы вам показать. Давайте перейдем пока к подставочке. Вот такая вот подставочка. Здесь надпись Бразиллас. Она выгнута здесь в форму. Когда вставляется подставочка, ее практически невозможно вытянуть, потому что она как бы защелкивается. Я думаю, если вытянуть, то можно повредить саму подставочку. Подставочка очень хорошая. Если взять, к примеру, подставки кукол Монстер Хай, они иногда отлетают, куклы падают. В общем, есть такое неудобство. В этой же подставке такого нет. Так, смотрим с другой стороны. С другой стороны изображены карточки кукол. Давайте их посмотрим поближе. Карточки кукол и заклинания, которые куклы, в принципе, произносили. Вот, Жей Джадор, Мегана Брумстик, Клоэта Шпилетта, Ясмина и Саша Белла. Карточки Саши Беллы вы уже видели в цветном варианте. Дальше открываем инструкцию. Здесь изображены куколки. Вот все они. Внизу изображено все, что с ними прилагалось. Они подписаны вот буковками. А вверху, что это такое? То есть, просто опись того, что идет к самим куколам. Вот такая инструкция. Переходим непосредственно к коробочке. Коробочка выполнена в таком зеленом тоне. Зелено-салатовом. Сверху идет ленточка, благодаря которой крепится куколка в магазинах. Дальше коробочка, когда открывается, она открывается вот так. То есть, отрывается. Коробочку, в принципе, сохранять, наверное, и не стоит. Передняя часть идет с пластиком и с наклейками бумажными. Сверху Бродзиллос. Внизу имя Саша Белла в данном случае. И значок 8+. Вот здесь крепилась сама куколка. Она крепилась разными способами. Ниточками, скотчем, какими-то пластиковыми шнурочками. Здесь вот так вот была карточка. Она просто легко вытянулась. А вот здесь вот была приклеена эта карточка ее питомца. Ну, вот так ее оторвали. Здесь была сама кукла. А здесь была подставка для куколки. Вот эта часть, по идее, отрывается. А заднюю часть можно сохранить, поскольку здесь идет вся информация про данную куклу. А если вспомнить кукол Монстер Хай, то они имели дневничок. Данный же вариант кукол не содержит подобного. Здесь есть просто в виде анкетки сзади информация про данную куклу. Давайте посмотрим, что здесь изображено и написано. Вверху Братц. Под ней изображена сама кукла, ее имя, питомец и его имя. Дальше давайте прочитаем про саму куколку. Ну, это куклы, кузины кукол Братц. Здесь, смотрите, они похожи, да? Есть схожесть с Братцем. Они довольно выше, но схожесть мы видим. Давайте прочитаем такую вот анкетку. Саша Белла Пауз повелевает животными. Она поможет вам общаться везде с животными. Ее магическая сила может общаться с животными. Значит, ее татуировка магическая. Это племенной кот. Вот такой котик у нее изображен у этой куколки непосредственно на ее правой ножке. У каждой куклы татуировка в разных местах. Дальше. Ее питомец. Его зовут Флухинскруф. Любимый урок. Экзотический язык животных. И модная такая страсть. Это жесткий искусственный мех. Может, я, конечно, неправильно перевела. Но мне кажется, тут довольно-таки не жесткий, а очень мягкий мех. Их очень мягкий, искусственный. Дальше. Внизу. Насколько я поняла, может, я и ошибаюсь. Об этом нужно подробнее почитать в интернете. Здесь изображено, как через веб-камеру можно открыть какую-то игру. С помощью вот этих вот карточек. Какого-то заклинания. Ну, об этом нужно подробнее, конечно, почитать в интернете. И внизу коробочки написано. Collect us all. Собери нас всех. Вот изображены все куколки, которые идут в этой коллекции. Реджа Дор, Саша Белла, Ясмина, Клоэта, Мегана. Это что по поводу коробочки. Переходим непосредственно к самой куколке. Куколка вся шарнирная, абсолютно. Ручки, ножки, стопы, правда, не шарнирные. Вроде похоже, как на кукол Монстер Хай. Но у них здесь тоже шарнирное туловище, талия. Кукла в талии двигается. Это есть удобством, чтобы можно было играть удобнее куклы, посадить для фотографий. Ну, кто как играет с куклами. Дальше, перейдем. А, еще одна такая вещь. Вся кукла, она из пластмассы, вот тут вот. Но ладошки, вот кисти рук, они резиновые. Вот они легко скинаются. И вот тут вот, начиная от коленей и ниже, ножки тоже прорезинены. Не знаю, для чего это сделано, может для удобства. Ну, в общем, вот такая вот деталь. Дальше переходим. Давайте начнем сверху. И начнем мы с образа ее. Вся кукла одета, такие-то на зелено-болот, на салатово-розовое. Также присутствует коричневое. Одета каждая куколка в такой плащик. У каждой куклы он разный. Вот, поскольку как бы они одевают и не там превращаются, еще с помощью заклинаний, у каждого такого плащика, вот есть такое на ручку, такие резиночки. С одной и с другой стороны. Здесь вам видно. Вот. Они одеваются на ручку, и как бы куколка может вот так вот им развивать этот плащ. Дальше. У данной куклы эмблема школы Бродзилла сидет у нас здесь. Вот. На самом плащике. Он легко очень снимается. Вот. Таких вот тонах. Изображу. Она одета в такое нежно-розовое платье. Рукава выполнены в виде кожи темно-коричневой. Также здесь ремешки, они тоже в виде кожи. Дальше на ней чулки вот такие вот. И сапожки. Вот такие черные сапожки. Вот. И в конце у каждой куколки есть такая ведьмовская шляпка. Данная кукла, она вот такого цвета, похожа на чулки. У куклы вот такие сережки. Вот. С одной и с другой стороны. Сережки очень легко снимаются, иногда даже могут отпасть. Что, в принципе, я считаю, является недостатком. Ребенок может потерять куклу-сережку, конечно, и будет расстроен. Тело данной куклы такое смуглое. Вот. Она смугленькая. Ее макияж. Давайте рассмотрим ее поближе. Вот у нее вот такой вот макияж идет. Глазки зеленые в виде... Как у кошки, да? Поскольку она же общается с животными. Вот ей сделали такие глазки. Вот такой вот у нее макияж. И волосы. Волосы жесткие, как у кукол Братс. Из такого же качества. Исполнены в бело-черных тонах. Черные только поверху идут прядки. И верхняя часть волос острижена где-то до пояса. Остальные же нижние идут белые. И они идут до колен. Так же у них в этой куколке вот такая челка. Шляпка тоже, кстати, снимается. Здесь она на резиночке. Вот. Вот такая вот ведьмочка. С вами была Александра Лешенко. Спасибо. Пока. С вами была Александра Лешенко.